Несменный зритель Из села Ходилетовка, Сыдовская область и тактики. Смотрим. Здравствуйте, дорогая передача. Я Петр Подмышко. Сейчас мы уходимся у фонтана Самсон. И это был первый в Киеве водопровод. К сожалению, вода здесь оставляет желать лучшего. И сегодня на Багоборде я заряжу эту воду. А теперь все мои дети станут участвовать в моем эксперименте. Видите, никто не умер. А следующий наш сюжет пришел из самой Киевской Рады. От некой Юлии Де, которая убедительно попросила остаться неизвестной. Итак, попросим к нашей телезрительнице и посмотрим ее сюжет. Дорогие граждане Украины, мы находимся на Майдане Незалежности. Здесь принято устраивать революцию. И сейчас я этой белой девочкой, рученькой, устраиваю вам революцию. Хлопцы мои, наколдовала, ты наколдовала. Перестаралась, как обычно. Наша передача «Вездесущая» и смотрит ее не только на территории Киева и Украины, а также и за пределами нашей великой страны. Например, сейчас к нам пришел сюжет из самой Италии. От Арабеллы, Коста Ривелла, Марии, Кришко, коренной жительницы Италии. Итак, давайте посмотрим. Наши уважаемые телезрители, насколько вы знаете, передачу смотрят не только те, кому за 70, но и также те, кому за 7. Итак, следующий сюжет пришел к нам от Лисии Куриленко. 7 лет, которая пошла в этом году в первый класс. Уже четвертый раз. Очень талантливая девочка. Итак, давайте посмотрим, что же она там наколдовала. Здравствуйте, меня зовут Леся. Мне 7-6 лет. Меня не взяли в музыкальную школу. Сказали, что я бездарность. Но я научусь, я научусь петь. Бабушка сказала, что есть такое волшебное место, оно национальной филармонии. Там каждый может научиться петь. Только я могу почувствовать, где это место. Спасибо за просмотр! Ла-ла-ла-ла! Бабушка, привет! И, как всегда, в конце каждой передачи у нас идет рубрика «Мастер-класс от несравненной меня». Итак, давайте посмотрим. Итак, здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы отвечаем на ваши письма. Нам пришло одно письмо, которое я сейчас изучаю. Итак, пишет нам тетя Варя Романюк из Конотопа. Здравствуйте, моя любимая передача «Наколдую сам». Произошла у меня одна большая неудача-проблема. Сохнулись, понимаете ли, все огурцы и помидоры. Одна тыква пройдет по всему огороду. Вот тут уже эта тыква. Тетя Варя, мы вас очень хорошо понимаем. Все редакции долго думали, как же вам помочь, и нашли, на наш взгляд, самый простой для деревенского жителя способ. Мы решили отодвинуть памятник Владимиру. Итак, вы, конечно же, спросите, при чем здесь кабачки и Владимир? Отвечаем на ваш вопрос. Дело в том, что памятник Владимиру долгое время затыкал источник, водой из которого мы и собираемся парить захеревшие огурцы и помидоры тети Варя. Итак, произошла небольшая заминка. Что ж, дорогие телезрители, увидимся в нашей следующей передаче. Пока! Наши уважаемые телезрители, наша передача подходит к концу. Пришло время узнать, кто же на этой неделе стал лучшим по итогам нечестнейшего СМС-голосования. В течение всей недели вы посылали слово синхро-позадро на номер 05050505050505. И, наконец, пришло время узнать, кто же стал лучшим. Итак, по результатам голосования на этой неделе победил сюжет Голи Те из Верховной Рады. Что ж, поблагодарим Mayru за ее замечательный сюжет и пожелаем ей удачи на выборах. Итак, с вами была ваша несменная ведущая. До встречи на следующей неделе Пока